Мобилизация или новый полноценный призыв? Пока в Минобороны ломают голову, кто лучше защитит Украину, резервисты или срочники в армейских подразделениях принимают пополнение военнообязанных. Как служится на границе с Россией, узнавала Ольга Клюева. Призыв «Хочешь мира, готовься к войне» для украинских приграничных блокпостов означает круглосуточное боевое дежурство. В таком режиме военные находятся здесь уже больше трех недель. Их мобилизовали на трехдневные сборы, но уже сейчас ясно, на границе с Россией резервисты застряли надолго. Перед трудностями военно-полевого быта выстояли немногие. В лагере началась эпидемия ОРВИ. Смотрим горлышко. Мандалины не увеличены, горлышко розового цвета, немножко есть воспаление. Человек 20-25 в день приходило. Такого потока заболевших здесь не ожидали. Медикаменты, они у нас очень быстро закончились в связи с этими всеми проблемами, катаральных явлений, простуды, температуры. Активисты лекарства в часть привезли, но вот официально оформить благотворительную помощь армии оказалось сложной бюрократической процедурой. Необходимые запросы военные давать отказывались. Даже когда отвозишь им помощь, тогда самая процедура приходования вот этой аргументальной помощи занимает много времени. Не надо быть гордыми и голодными, надо говорить, что нужно, люди есть, которые помогут. В этой части резервисты с гражданки – это две трети личного состава. Бизнесмены и менеджеры, врачи и фермеры теперь в одном строю цвета хаки. Говорят, труднее всего привыкнуть выполнять приказы. Замдекана Сумского университета вместо студентов теперь командуют людьми с автоматами. В ракетно-зенитном полку жизнь налаживается. Личный состав пошел на поправку. Стрельбы идут полным ходом. Сегодня из системы залпового огня. Система залпового огня «Ураган». Это реактивные установки. Залп одной такой войсковой частины. Она накрывает 36 гектаров. Ольга Клюева, Алексей Шматов. Подробности, телеканал «Интер», Черниковская область.